Линейные игры Линейные игры Линейные игры Открывает список лидеров один из самых ярких релизов осени 2012. Borderlands 2 вышла куда более зубодробительной, кровопускательной и счастье-генераторной, чем ее предшественница. Исследованию мира способствует множество интересных сторонних квестов, но давайте не обманывать себя. Все дело в том, что нельзя просто так взять и оставить злодеев в неизвестной локации без своего тактичного визита. Кооперативный шутер отстрелялся лишь на десятую строчку нашего хит-парада, но сумел открыть сезон противостояния. Шли бы вы отсюда, говорит старый добрый Fallout 2, не вошедшему в топ молодняку. Запах успеха от постапокалиптического, постъядерного и постмного чего еще мира доносится аж из прошлого тысячелетия. Приключения Чозен Бланутова на всю голову потомка выходца из убежища и по сей день могут навести шорох в умах современных игроков. Подобно сонате Бетховена или Шато Мутон Ротшильд урожая 45-го года, игровая классика будет цениться всегда. Меняются поколения, меняются взгляды, но война, война никогда не меняется. Закрытая лечебница переросла в открытый город. Бэтмен Аркамс Сити это услада для любителей проинспектировать каждый укромный уголок и выполнить множество сторонних заданий. Бесчинство здесь творят чуть ли не все злодеи Готэма и у любого имеется едва ли не личная армия для противостояния человеку летучей мыши. Мало кто сможет устоять перед соблазном расчехлить свой нано-гаджет и отправить на больничный каждого маломальски жульного жулика. Целый город неугомонных подонков и восьмая строчка нашего хит-парада. Четвертая версия старых свитков сумела разочаровать армию фанатов Моровин, но все равно обливе он пришлось по вкусу многим геймерам. Бесславный герой, как и положено линейке ТЭС, в один прекрасный день томления в темнице вдруг становится славным. Группа радикальных паталистов-экстремистов-апокалипсистов устраивает беспредел, убивая приближенных императора, а не долечие его самого. С тех пор и завертелось. Надо открытый мир исследовать, да и чем не хрун догон не шутят, спасать. В одиночку. Опять. Флау 3. Младший брат и наследник Чудо-чудного и Диво-дивного рассказывает историю выходца из убежища 101. Отец его, ну или ее, сделал ноги из, казалось бы, капитально закупоренного бункера, чем обрек потомка на скитание по пустошам в поисках батьки. Хоть на третьей части потело уже не Блэк Айл, но Десезда работа у студии выдалась на славу. Первое или третье лицо совсем не то же самое, что и замедлие, а замедление времени совсем не то же самое, что пошаговые бои. Но неизменными остались местная флора и фауна, а также желание к исследованию территорий. А знаете, что еще не меняется? Да, наверняка знаете. Шутка ли, но пятая игра серии заняла пятую строчку нашего хит-парада. Да и вышла она по большей части в 2005-м. GTA San Andreas разделяет десятку лучших игр с открытым миром, по мнению пользователей GamerInfo. Не самый молодой представитель семейства, проект все же держится молодцом. Некогда он установил планку качества для гангстерских игр. Карл Джонсон, а в народе СиДжей, наводит беспорядки сразу в трех городах. Выбор занятий для героя самый разнообразный. Убивать людей, умерщвлять граждан или же лишать жизни прохожих. Каждый найдет все занятия по вкусу. Помним, любим и с радостью наделяем ролью экватора нашего рейтинга. Не будите спящих псов, и мы на четвертом месте неплохо. Гангстерский боевик в кой-то веке рассказал историю не гангстера, чем не мог не приковать внимание игроков. Высшение можно легко назвать прикрытым копчиком. Служитель правоохранительных органов внедряется в криминальные круги Гонконга, чтобы подарить геймерам один из самых выразительных проектов 2012 года. Мутация в Трук Крайм пошла на пользу сериалу, выведя ее результат в ряды проектов 3A-класса. Сильная боевая система, интересная история и множество соблазнов отбиться от основной сюжетной линии. Молодцы, Слипиндокс! Открывая тройку лидеров, не один проект, а дуэт напарников. Так уж сложились звезды, что вторая и третья части Assassin's Creed набрали одинаковое количество голосов. Такое не приснилось бы даже сыну Ванги и Нострадамуса. Эдсо и Коннор наверняка не обидятся друг на друга, ведь они принадлежат одному оркену убийц, членам которого надувать счет и не пристало. Франшиза снискала популярность благодаря своему сеттингу, но едва к сеттингу добавился открытый мир, так и вовсе учащиеся всех школ мира были пленены игровым действием. В тесноте, но не в обиде, два участника на одной игровой призовой ступени первого китопа. Сложно представить сумму убитых енотов, которую Rockstar отсемнявила для производства GTA 4. 100 миллионов долларов! Как результат превосходные схватки, гонки и перестрелки в исполнении утонченного интеллигента Ника Беллика. Не узнать в прототипе игрового мира Нью-Йорк и в Соединенных Штатах Демократии не сумеет только подслеповатый нигилизм, а не насладиться этим миром может лишь тот, кто ни разу не играл в GTA 4. Пока пятая часть сериала слишком эфемерна для того, чтобы складывать о ней мнения, четвертый легендарный автоугон – лучшее, что происходило с серией. Всем фусродах, господа! Победа нокаутом присуждается тяжеловесу из семейства Старосвитковых – Skyrim. По мнению VGA, история Дракона Рожденного заслужила звание лучшей игры 2011 года, а по мнению пользователей портала GamerInfo – лучшей игры с открытым миром. Оно и понятно. Сказать, что пятая часть ТЭС удалась на славу – не сказать ничего. Параллельные загробные миры, драконы, путешествия во времени, подземелья, едва ли не превосходящие по размеру огромную карту приключений. И да, мы наконец увидели, как выглядит пресловутый старый свиток. Первое место. Без гвоздей. Это было первое выяснение, кто здесь самый ловкий, быстрый, смелый и умелый. Вернее, этого мы не выясняли. Мы узнали, какие местности и углы из множества открытых миров прочесать было бы интереснее всего. Помните, что рейтинг был составлен не абы кем, а пользователями GamerInfo.com. Вместе в следующий раз мы выясним, в какой игре реализовано самое крутое совместное прохождение. Вы можете отдать свой голос уже прямо сейчас. Можете отдать и почку, но ваше мнение было бы все же интереснее. До встречи в Гетопе, игроки-избиратели! Гетопе, игроки-избиратели!